Здравствуйте! Сегодня мы разберем видеорассказ одной девушки о том, как она прошла шахматный путь от нулевого уровня до рейтинга 2000 на сайте chess.com. Самое гениальное в этом рассказе не то, какая она была умная или как у нее все хорошо получалось, а то, какие методы она для себя самостоятельно нашла и как эти методы помогли ей добиться такого ошеломительного прогресса. Ссылку на видео я прикреплю в описании, если владеете английским языком, можете посмотреть первоисточник. Здесь же я дам краткую выжимку и свои экспертные советы. Ну и в конце посмотрим, что же пока не позволяет этой девушке двинуться дальше. Видео у девушки начинается с ее мотивации. Она посмотрела знаменитый сериал «Ход королевы», он ей очень понравился, она знала, как ходит фигура, но ничего больше. Села и стала рандомно играть в партии, смотреть рандомные видео, решать рандомные задачи. Через какое-то время в районе рейтинга около 800-900 на chess.com она заметила, что прогресс не идет. Ну вот никак не идет и тогда начала подбирать под себя упражнения. Самая главная проблема, которую она у себя обнаружила, то, что она не видела совершенно угроз соперника и свои угрозы тоже не всегда видела. Решая задачи, она доходила до уровня, скажем, 1600 по задачам, но в реальной партии не могла преодолеть отметки 800-900 пунктов рейтинга из-за однокодовых зевков. Что тогда она придумала? Она взяла очень полезное упражнение, которое я всем тоже рекомендую, если вы находитесь на начальном уровне шахматного развития. Упражнение называется «Тактический штурм». В ческоме это «Пазл Раш», в «Лечесе» это «Пазл Шторм». Суть упражнения, скажем так, одинаковая. За какое-то короткое время, обычно за 3 минуты, ну на ческоме есть варианты за 5 минут, вам дают большое количество довольно легких задач. Их сложность нарастает постепенно по мере того, как вы правильно их делаете. И там отрабатываются самые простейшие тактические элементы. Взятие незащищенной фигуры, матование в один-два хода, вилки, связки, вскрытые удары. Чем выше вы идете, тем более сложные тактические приемы вы познаете. Если вы начнете набирать по 40-50 очков в тактическом штурме, вам придется познакомиться и с отвлечением, и с завлечением, и с другими сложные приемы. Это первый метод, который позволил ей побороть одноходовые зевки. И второй метод очень-очень интересен, хотя и требует некоторого усердия. Она брала свои проигранные партии. И после компьютерного анализа, его довольно легко выполнить в лечесе, щелкаем кнопку анализировать партию и ждем, что компьютер нам скажет. Компьютер обычно выделяет наши ошибки какими-то вопросительными знаками, иногда цветом выделяет. Смотрим, где мы не увидели тактику, или смотрим, где против нас применили тактику. И еще смотрим, когда тактика возникла, но мы не смогли ее применить. И вот все эти позиции объединяем в студию. Она делала какую-то подборку, в листочек носила. Сейчас, благодаря функционалу лечеса, можно спокойно это все делать через студию. Мы берем пример отрезка партии, когда могла случиться тактика. Щелкаем редактор доски. Щелкаем анализировать партию. Вот у нас уже отрезаны лишние ходы. И добавляем в студию моя тактика. Назовем так студию. Для чего это делается? Когда у вас там скопится где-то 50 или 100 приемчиков, вы заметите, что эти позиции, эта тактика повторяется у вас от партии к партии. Ну, просто люди так устроены, играют примерно один тип позиций, встречаются примерно с одинаковыми ошибками. И логично, что эти ошибки качают из партии в партию. Когда вы заводите себе такую базу и время от времени ее заново прорешиваете, вы гораздо лучше замечаете в реальных партиях следующие тактические удары. Таким образом, девушка, освоив тактический штурм и собрав собственную базу данных по своим тактическим ошибкам, смогла дойти до рейтинга 1400 и даже преодолеть это важное психологическое плато. В районе рейтинга 1400 она столкнулась еще с одной проблемой. Ошибки ушли, но пришли цейтнотные ляпы. Что такое цейтнот, когда у нас мало времени. И хоть она играла в основном рапид партии, то есть игнорировала пулю и блиц, она поняла, что даже в партиях по 10-15 минут, да еще и с добавкой, случаются ситуации, когда остается мало времени и качество принимаемых решений страдает. Как она решила эту проблему? Она стала играть параллельно с рапидом, также блиц и пуль. Тут в видео она подробности не рассказывает, как поборола свою цейтнотную болезнь, но от себя могу добавить экспертный совет. Когда мы начинаем играть пулю, чтобы тренировать цейтноты, важно выполнить несколько условий. Первое. Не играйте пулю отдельно от других видов шахмата. То есть не должно быть такого, что вот у вас вся неделя посвящена только игре в пулю. Нет, 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 ни в коем случае. Играете обычную партию, рапид, например, можете где-то блиц поиграть. Ну, кто играет? 5 плюс 3, 3 плюс 2, блиц, да? А пулю мы тренируем буквально 1-2, может 3 раза в день. Играем буквально 3 партии. И что нас интересует? Нас не заботит рейтинг, нас не заботит даже результат. Что нас заботит? Ну, во-первых, еще хочу посоветовать, что играть лучше пулю все-таки с микродобавкой. 1 плюс 1 или 2 плюс 1, чтобы совсем уж жестокой рубки флага не было. Но, нас опять же ни рейтинг, ни результат не волнует. Нас волнуют две вещи. Первое. Вы должны успевать за минуту делать 30 ходов без грубых зевков. Да, эти ходы могут быть не гениальны, не сильнейшие. Где-то вы можете не увидеть тактику. Но задача за 30 ходов нигде не подставить фигуру под бой. При этом за последние 10 секунд в партии вы должны успевать делать около 10 ходов тоже без грубых подстановок фигур под бой. Как только вы сможете стабильно держать такой уровень. Ну, то есть, из 10 сыгранных партий в пулю у вас будет получаться 30 ходов без подстановок под бой делать. 10 последних секунд тоже будете выдерживать и 10 ходов без грубых ошибок делать. Когда достигнете такого стабильного результата, можете быть спокойны. Цветнотная болезнь ушла. И даже когда в рапид партии возникнет ситуация цветнота, вы не растеряетесь, не проиграете. Это же упражнение учит важности нахождения полезных ходов. Я уже записывал видео о том, как играть быстро в шахматы. И главный совет там был. За время соперника вы продумываете свои полезные ходы. После хода соперника свое время тратите на поиски угроз соперника и своих новых возможностей. Если ни угроз, ни возможностей нет, тогда полезный ход у вас обычно уже готов. И много времени вы не потратите. Вот как раз упражнение, которое советует девушка в своем видео. По игре в пулю и, скажем так, мой совет по игре в быстрые шахматы помогут вам избавиться точно от цепнотной болезни. И небольшая вставка. Я записал специальный курс. Это более чем 50 видео уроков на разные темы, среди которых самые важнейшие, конечно, это правильное видение доски, расчет вариантов, борьба с зевками, основы тактики, основы стратегии, конкретные агрессивные дебютные варианты. Которые научат вас играть инициативно. Кому интересно, ссылка на программу курса и на всю подробную информацию по ЕВУ в описании видео. Специальная телеграм-группа для интересующихся курсов. А мы продолжаем. На рейтинге выше 1400, то есть где-то 1500-1550 девушку поджидали уже более сильные соперники, которых сложно было проходить просто отсутствием одноходовых ошибок и просто отсутствием цепнота. И тогда она предлагает еще два интересных метода. Ну, первый метод, он, конечно, прям классический-классический. Изучаем дебюты, изучаем метельшпильные планы своих дебютов. Тут важная ремарк. Девушка как-то интуитивно поняла, что какие-то ловушки сомнительные, они не принесут стабильного результата. И сразу пошла к солидным дебютам. Например, вот черными она даже с французской защиты начала заниматься серьезно изучением французской защиты. Ну, скажем так, обычно более зрелые шахматисты приходят к такому выводу. Но это тоже похвально. Опять же, дебют может быть не обязательно какой-то закрытый, не обязательно это французское может быть. Главное, чтобы дебют был солидный. Солидный, уверенный, можно играть Е5 спокойно. Главное знать, что вы делаете, гармонично расставлять свои фигуры и гармонично бороться за центр. Также она изучала метельшпильные планы в этих дебютах. А вот следующий ее совет очень-очень полезный. Можно сказать, то же самое советовал Михаил Моисеевич Ботвинник лет так 70, наверное, назад. Вряд ли она про это знала, потому что русским, скорее всего, не владеет. Но Ботвинник советовал подробно анализировать свои партии. Во времена Ботвинника как это делалось? Да и не только во времена Ботвинника, когда я был маленький, у нас еще компьютера не было, я тоже брал тетрадочку и записывал свою партию с помарками, с пометками, что я думал на том или ином ходу, почему я ошибся, пытался проговаривать это вслух, ну, соответственно, доверял бумаге и таким образом тоже довольно быстро прогрессировал. Ну, сейчас в современном мире везде компьютерные файлы, и девушка просто завела себе вордовский файлик, куда заносила ссылку на проигранную партию из Лечеса или из Ческома, а также маленькие заметки, почему, по ее мнению, она проиграла. И, соответственно, такая работа над дебютом плюс Митершвилем, а также работа по анализу и пониманию своих партий, эти два метода дали довольно впечатляющий результат и позволили ей продвинуться вплоть до рейтинга 1800. На рейтинге 1800 на Ческоме она заметила, что все чаще и чаще стала попадать в какие-то равные окончания. И пришлось волей-неволей изучать Эншпиль. Тут хочу заметить, что базовые Эншпильные позиции, окончание король спешки против короля, или владельники позицию Фелидора или мостик, я советую изучить даже на уровне 1000, может быть, 1100-1200 по Ческоме. Почему? Потому что это база, это основа, это надо понимать, чем раньше, тем лучше. А вот в районе рейтинга 1700-1800 на Ческоме уже встречаются товарищи, которые довольно рано меняют ферзей, получают позицию около равенства и катают, 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 катают. Соответственно, с ними вы тоже должны быть в состоянии бороться. Как приобрести такое состояние? Что она делала? Опять же, изучала какие-то Эншпильные книжки. Книг много, то есть конкретные порекомендовать сложно. Есть там, ну, учебник Дворецкого, например. Есть, ну, он сложноват, конечно. Есть книга «Замечательная панчинка» по окончаниям. Ну, может быть, там, теоретические справочники, которые о вербах писал, они, конечно, полезны, но на уровне рейтинга до 2000, наверное, не настолько актуальны. Что еще можно было делать? Можно было открывать записи стримов, сильных стримеров, сильных, серьезно играющих. Перематывать дебютную часть, возможно, даже метельшпильную. Доматывать до ситуации, когда на доске остались фигуры без ферзей. И смотреть, как сильный стример разыгрывает ту или иную позицию. Особенно замечательно, если сильный стример комментирует, комментирует, объясняет свои ходы, почему он в том или ином случае пошел именно так. Таким путем понимание Эншпиля и умение играть Эншпиля развивается. И ей удалось достичь значительного прогресса. Она дошла до рейтинга 1900, а затем откатилась вниз на 100 с чем-то пунктов. И тут важный психологический совет от девушки. Тоже часто замечал такую особенность, что не всегда стабильная работа над шахматами дает результат сразу. Вообще результат, рост, он такой волнообразный. Волна роста, потом стагнация, 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 маленькое падение. Или может даже среднее какое-то падение, коррекция к росту. И затем очередная волна роста. Что нужно делать, если вы вдруг стали стагнировать? Если вы вдруг стали даже падать в рейтинге, хотя точно так же серьезно и хорошо занимаетесь. Есть два метода. Первый метод, который она рекомендует, это резко ограничить качество. Даже не качество, а скорее количество, извините. Количество своих игр резко ограничить. То есть самодисциплиной заставить себя играть 2-3 партии в день вместо 5, вместо 10, вместо 20. Тут, конечно, да, нужна большая самодисциплина, но оно того стоит. Лучше 3 партии сыграть, проанализировать, чем сидеть 20 блицов гонять непонятно зачем. Это первый метод. И второй метод, который она тоже применяла и который позволил ей продвигаться в момент стагнации, это короткий перерыв от шахмата. Что это значит? Это значит на 3-4 дня игры прекращаются. Можно в период перерыва решать задачи, проходить те же самые тактические штурмы и так далее. Но игры прям вообще исключаются на 3-4 дня. Тут от себя добавлю, главное не затянуть перерыв. Потому что если вы 2 недели не будете прикасаться к шахматам, это не даст вам просветления после того, как вы к ним вернетесь, зато позволит вам забыть почти все, что вы так активно нарабатывали в последнее время. Понятно, что какая-то базовость, естественно, останется, но какие-то нюансы, детали придется потом заново вспоминать. А короткие перерывы по 3-4, может быть 5 дней, они позволяют часто мыслям прийти в порядок об игре. И вы часто можете заметить, как 5 дней не играли, потом сели и все получается, все видите, взгляд кристально ясный и чистый. И последний совет. Достигнув рейтинга 1900, девушка поняла, что она уже достойна и хорошо играет. Не делает практически ошибок, у нее все хорошо в дебюте, все хорошо в митершпиле, но все-таки, если бы все было идеально, была бы, наверное, чемпионкой, но только вот до 1900 дошла, и она заметила, что она не борется за инициативу. То есть, она, по сути, научилась безошибочно играть и ждать ошибки соперника. А вот в районе рейтинга 1900 на Чискове уже товарищи, которые делают ошибки, постепенно пропадают, заканчиваются. И приходится заставлять их делать ошибки. А заставить их делать ошибки можно только активной игрой. Здесь, уже от себя добавлю, можно было бы посоветовать на том этапе, когда она выбирала себе дебютный репертуар, и где я ее хвалил за солидный выбор, внести некое разнообразие в свой дебютный репертуар. Например, черными играть солидно, ну, потому что черными гамбиты сильно не поиграешь. Против грамотных и подготовленных соперников, естественно. Так-то с незнающим можно что угодно играть. Но белыми можно было бы развалить свой дебютный репертуар каким-нибудь солидным гармоничным гамбитом. Бывают гамбиты ловушечные, некорректные, которые при правильной игре соперника просто или отклоняются, или принимаются, потом наносятся контрудар. В них лучше не ходить. Но есть гамбиты, которые, понятно, что на высоком уровне не применяются, вроде гамбита с метамора, но на уровне до 2000 рейтинга на Чизкоме этот гамбит позволит вам научиться чувствовать гармонию фигур. Научиться атаковать уверенно соперника. И вот такие гамбиты к ним, к числу таких корректных, гармоничных, можно еще отнести. Северный гамбит, шотландский, его разовидности. Шотландский гамбит Георига. Это вот все прям одно и то же. Практически при разном порядке ходов. Как я уже говорил, гамбит, Смитта, Мора. Разные активные варианты, разменных вариантов, французская или каракана. Главное, чтобы была активность. Главное, чтобы у соперника не стояла какая-то глыба в центре. И вот если заранее озаботиться проблемами, чтобы не только солидные были дебюты, но и немножко активные. Хотя бы часть дебютного репертуара была бы активной. Проблемы с преодолением крепких соперников, скорее всего, не возникло бы. Правда, уже где-то на уровне 1900-2000 рейтинга Ческова придется от гамбитов отказываться. Но умения и навыки, приобретенные на пути к этой отметке, вам помогут активно и гармонично разыгрывать даже солидные дебюты, где вы ничего не зеваете. И, собственно, окончание моего видеоролика следующее. Я зашел на аккаунт к девушке, посмотрел ее текущий уровень, ее текущее состояние игры. И мы видим, что она свое знаменитое видео выпустила больше года назад. И с тех пор, к сожалению, от рейтинга 2000 вперед она недалеко ушла. Я бы даже сказал, где-то откатилась. Почему так? Глядя на партию, бросается в глаза, что отсутствие понимания базовых шахматных принципов. То есть, она разработала отличные методы, которые позволили добиться поразительного просто результата. Избавиться от ошибок, избавиться практически от цикнотов. Но, видимо, в процессе изучения дебютов митершпилей был какой-то перекос в конкретные варианты, в конкретные позиции, и она не усвоила какие-то базовые шахматные принципы. Принцип гармонии фигур, принципы блокады. То есть, я подозреваю, что книжку «Моя система не мсующая» она не изучала. Хотя это полезно, и всем всячески советую данную книгу. И вот как раз, когда соперник где-то блокирует ее фигуры, где-то вторгается в лагерь, ей не хватает понимания базовых принципов, и когда она не может составить конкретный план по избавлению от активных фигур соперника, обычно дело заканчивается ее поражением. Но при этом, при этом хочется отметить, что вот впечатляет то, как человек научился всего за два года избегать одноходовых, двухходовых каких-то ошибок. Это действительно впечатляет, и впечатляет, что это все сделала она сама, самостоятельно, будучи самоучкой. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем спасибо. До свидания.